Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. Мы собрали наиболее значимые события последней недели июля. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка региона к отопительному сезону или в чем помогает робот Жора? Новый учебный год не за горами или как инспектируют ульяновские школы? Детский сад на улице Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска достроят. Ремонт асфальтового покрытия в Ульяновской области и строительство новых дорог. В регионе продолжаются приемные кампании, высшие и среднеспециальные учебные заведения. Ульяновская делегация побывала на Московском международном авиакосмическом салоне. Экологическая безопасность региона или о чем общался глава региона с руководством Минприроднадзора. Испытательная пожарная лаборатория по Ульяновской области отмечает юбилей. Союз журналистов России пополнился новыми лицами. Лето – активная пора подготовки к осеннему и зимнему периодам. Во-первых, подготовка к отопительному сезону, во-вторых, к новому учебному году. Но обо всем по порядку. Впервые в Ульяновской области подготовкой к отопительному сезону занимаются не люди, а робот. Механический помощник Жора может в одиночку провести анализ теплосетей. Крайне важный аспект – перекрывать движения по улицам города и вскрывать дорожное покрытие больше не требуется. В чем уникальность Жора и как он работает, узнавала наш корреспондент Александра Никитина. Робот Жора внешне напоминает героя мультфильма «Валли». Но вот занимается он не уборкой мусора, а проверкой теплосетей. Свою командировку в Ульяновск Жора начал с анализа главного магистрального трубопровода на перекрестке Уридского-Пархоменка. Впервые в истории дорога не перекрыта, а сроки работы сократились до двух дней. Этот робот нам позволит оценить состояние самого трубопровода. Он делает как визуальный осмотр камеры, у него очень мощная, с высокой степенью разрешения, так и контроль электромагнитного резонанса, который дает понимание о всех изъянах трубопровода самого наличия либо коррозии, либо сварных швов деформированных, либо иных деформаций. Диагностика труб проходит в два этапа. Сначала Жора спускается внутрь, оценивает обстановку, проверяет наличие посторонних предметов. Один шаг робота равен 17 сантиметрам трубы. За час он может исследовать порядка 40 метров. Работу Жоры контролирует оператор. Наблюдать за тем, что происходит внутри труб, можно прямиком из этой кабины. Все передвижения Жоры видны на экране. После визуального контроля Жора возвращается обратно за магнитным модулем. Это второй этап работы. На трубу подается определенный ток, начиная от 15 и заканчивая 50 ампер. Вот, создается магнитное поле. Датчики, которые стоят в магнитном поле, улавливают эти импульсы. И, соответственно, где амплитуда сигнала больше, толщина металла стала меньше. Буквально через пару дней после визита Жоры запланированы гидравлические испытания. Если не провести анализ, труба может не выдержать. А как следствие, перекрытие дороги, ремонт и транспортный коллапс. Такое ноу-хау – новый опыт для Ульяновской области. И отнюдь не дешевый. Исследования обошлись в 200 миллионов. Если эксперимент даст положительный результат, Жора станет частым гостем на Ульяновской земле. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ. О подготовке учебных заведений. Ежегодные эксперты Общероссийского народного фронта инспектируют ульяновские школы. Особое внимание нормам безопасности и благоустройству территорий. Наша съемочная группа побывала в одном из учебных заведений. Слово Виктории Черковой. Половина лета уже прошла. День знаний наступит скоро. Пора бы уже подготовить образовательные организации к учебному процессу. Например, рядом со школой номер 6 муниципалы уже положили новый асфальт. Также мы заметили новый забор. Но наводить уют начали не просто так. Недавно в школу нагрянули активисты Общероссийского народного фронта. Они выявили серьезные нарушения. Асфальтовая дорожка, как капля в море. За ограждением во дворе многочисленные ямы и кочки. Деревья буквально обнимают электрические провода и уже готовы рухнуть при сильном порыве ветра. Хорошо, что сразу после визита общественников глубокий колодец закрыли. Был проход, такой очень опасный, с открытым колодцем на стройку и сгоревшее здание. После посещения Общероссийского народного фронта на следующий день там уже было все закрыто и стоял забор. Также общественники недовольны расположением пешеходного перехода. Так вышло, что зебра ведет прямиком на парковку, что неудобно ли пешеходов. Активисты выступают за ее перенос примерно на 10 метров в сторону. Остальные ульяновские школы также находятся под присмотром Народного фронта. Общероссийский народный фронт ежегодно проводит традиционную акцию «Дорога в школу». Эта акция связана с тем, что представители Общероссийского народного фронта, эксперты, активисты проверяют именно, как наши дети ходят в школу. Эта акция стала традиционной уже несколько лет. И в этом году у нас уже был проведен мониторинг. Мы попроверили 35 школ. Основные нарушения – это отсутствие ограждений, стихийные мусорки и несоблюдение паспортов безопасности. То есть во многих учреждениях есть сквозные проходы, не соответствующие нормативам. Также в некоторых школах нет рамок металлоискателей. Замечания вносятся в дорожную карту и передаются муниципальным службам. По словам начальника городского управления образования, фронтовики ощутимо помогают справляться с проблемами. Светлана Куликова перечислила задачи, которые еще предстоит выполнить. У нас на сегодняшний день еще отсутствуют светофоры Т-7 в 9, около 9 организаций. Отсутствуют искусственные дорожные неровности около 10 организаций. Отсутствуют пешеходные ограждения около 13 организаций. И еще недостаточное освещение над пешеходным переходом около 6 организаций. Это буквально прямо в центре города. 5, 6, 49, 51, Братаевская и Мариинская гимназии. На облагораживание и обеспечение безопасности на школьных территориях нужны деньги. В городском управлении образования уже формируют бюджет на следующий год. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Следующий материал тоже про подготовку школ к новому учебному году. Наш корреспондент Антон Никонов отправился в Заволжский район, чтобы узнать, как проходят ремонтные работы и открываются кабинеты внеклассной деятельности в средней школе номер 73. В средней общеобразовательной школе номер 73 имени Дейнекина к приемке специальной комиссии по соответствию стандартам Роспотребнадзора готовы. Завершаются последние косметические и отделочные работы. В школе, находящейся в Заволжском районе города, обучается более 800 детей. В этом году за парты сядут еще 150 первоклассников. Для них переоборудовали некоторые кабинеты, которые ранее использовали не по назначению. Еще в июне в этом помещении находился спортзал, а сегодня здесь полноценный класс для первоклассников. Установили парты, повесили доску, а также включили в работу умывание. В период пандемии очень важно маленьким детям постоянно мыть руки. Кабинет технологий для девочек оснастили специальной зоной по домоводству. У мальчиков в столярной мастерской все по-прежнему сердит и аскетично. Как показывает время, учебные станки советской эпохи пока что не могут тягаться с новоделом. Конечно же, все учителя, весь педагогический коллектив, коллектив родителей, мы все готовим наше здание, чтобы принять наших учеников. Делаем косметические ремонты в классах. В этом году у нас новый кабинет для девочек, кабинет технологий. Важным моментом в воспитании гармонично развитой личности является внеклассная деятельность. С этой целью в образовательном учреждении оборудовали студию звукозаписи. Здесь ребята смогут реализовать свой творческий потенциал, записывать по подводке, может быть, даже к школьному телевидению, дикторский голос. И в целом еще также мы будем здесь учиться видеомонтажу. Напомню, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области ежегодно организует кампанию по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. До 15 августа все учреждения должны получить доступ к образовательной деятельности. Всего на территории нашей области осуществляют такую деятельность 777 организаций, включая детские сады, дополнительное образование и организации профобразования. Антон Никонов и Даниил Сурков, Улправда ТВ. Продолжим тему ремонта и строительства. В фокусе внимания детский сад на улице Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска. На специализированном заседании в правительстве Ульяновской области обсуждали выделение дополнительных средств в размере 62 миллионов рублей. К слову, подрядчики обещают сдать объект до конца этого года. Строительство каких еще объектов обсудили на строительном часе, узнавала наш корреспондент. Строительный час начали с обсуждения вынужденных корректировок в проектно-сметную документацию нового детского садика на улице Отрадной. Накануне Алексей Русских лично оценил динамику работ. Завершен монтаж второго этажа и бетонной подпорной стенки. Продолжаются работы по возведению наружных стен. По плану строительства должны были завершить к концу текущего года. Однако Росцен внес свои коррективы. Средства предполагалось выделить в 2021 году из дополнительных доходов регионального бюджета. Но в связи с тем, что мы сегодня понимаем, что объект в текущем году ввести невозможно. Поэтому мы просим рассмотреть вопрос о выделении этих средств уже ближайше к 2022 году. Предложение уже одобрено и подкреплено необходимыми финансами. Алексей Русских поручил как можно быстрее сдать объект и снять социальную напряженность в микрорайоне. Параллельно на улице Шигаево идет строительство детского сада на 160 мест. Здесь проблем с финансированием нет. Однако при планировании объекта не учтены новые требования пожарной безопасности. Документация отправлена на проверку. Строительство планируют закончить в срок в сентябре 2022 года. В этом году запланировано проведение работы по устройству Клавана, свое новое поле розыгрыша и частично приступить к организму здания. Помимо возведения социальных объектов, на совещании анонсировали новую цифровую платформу. Центр управления строительством позволяет оследить весь ход работы в режиме реального времени. Система представляет собой сайт, включающий в себя профильные разделы. Дети-сироты, аварийное жилье, контрактные работы. Отражается информация о количестве домов, расселяемой жилой площади, количестве граждан. То есть основные все указатели. Какие площади, какой объем бюджетных осеннований по этой программе предусмотрен. И, естественно, как идет освоение бюджетных средств. Информация считывается на виртуальной карте в формате светофора. В красном отмечается отставание от плана более недели. В желтом – пару дней. А вот в зеленом – беспребойная работа. Сейчас идет освоение данной платформы и обучение кадров, которые будут работать с системой. Александра Никитиной, Герман Баранов, Управда ТВ. Раз уж коснулись темы строительства, то нельзя не упомянуть о начале капитального ремонта гастро-нетрологического отделения Ульяновской областной клинической больницы. Наша съемочная группа посетила медицинское учреждение, чтобы узнать, с чего начинают ремонтные работы. Расширяют пространство, штукатурят и модернизируют. Гастро-нетрологическое отделение, располагающееся на шестом и седьмом этажах терапевтического корпуса Ульяновской областной больницы капитально ремонтируют. Стены отделения не видели внушительного ремонта последние 30 лет. В масштабах нацпроекта здравоохранения удалось решить данную проблему. В Ульяновской области уделяют значительное внимание комфорту получение высокотехнологичной медицинской помощи. На одном из этажей уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. В отделении любимое, светлое и очень ухоженное. Но все стареет и надо менять. Поэтому мы, конечно, рады, что ремонт начался. Но осталось пережить только самое неприятное. Это смена пола. Это самое неприятное, потому что это всегда громко, это много пыли. Остальное все у нас останется в прежнем объеме. За исключением некоторых, так сказать, реконструктивных, разумных перестроек. Ежегодно в отделении гастроэнтерологии лечатся и оздоравливаются порядка тысячи жителей региона. Учитывая узкую специфику отделения, здесь оказывают медицинскую помощь людям с различными патологиями желудочно-кишечного тракта. Для того, чтобы не самые приятные медицинские манипуляции проходили в более комфортных условиях, модернизируют здравницу. Гепатиты, жировые дистрофии печени, так называемое ожирение, циррозы печени разной степени тяжести, заболевания поджелудочной железы все. И хронические панкреатиты, и кисты, и аутоиммунные панкреатиты. Заболевания кишечника тоже все, какие есть. Это воспалительные заболевания кишечника, такие сложные, тяжелые, такие, как болезнь крона, язвенный колит. Закончить ремонт одного из этажей отделения планируют уже к Новому году. Кроме отделки палаты медицинских помещений, будут заменены системы холодного и горячего водоснабжения и отопления. Общая площадь фронта ремонтных работ составляет полторы тысячи квадратных метров. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 42 миллионов рублей. Антон Никонов, Владимир Куликов, Улправда ТВ. И еще о ремонте, но на этот раз дорог. В отдельных районах Ульяновска дорожное полотно не просто ремонтируют, но и расширяют. В какие сроки планируют пустить движение транспорта на городских магистралях, выясняли мои коллеги. Тема ремонта дорог в любое время остается самой насущной и злободневной. В Ульяновске на данный момент ремонтируют 19 дорог. В декабре прошлого года мэрии города Ульяновска было заключено 6 муниципальных контрактов в масштабах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Четыре из них реализуют именно по ремонту дорог. Где мы сейчас находимся, ведутся работы по ремонту дороги по улице Отрадная, участок от улицы Самарской до улицы Хашимина. Много очень было от местных жителей обращений, жалоб, что не могли здесь проехать. То есть не было здесь проезда, дорога вся была разрушена. Данный участок протяженностью в 380 метров планируют завершить срок до 1 сентября текущего года. Стоимость работ составляет 27 миллионов рублей. Здесь же будет построен дорожный дублер для подъезда к частному сектору. Завершили замену трамвайного полотна и на улице Инзинской. Строители уже завершают ремонт дороги. Также в данный момент ремонтные работы ведутся по адресу улицы Защитников Отечества. Во время строительства жилого микрорайона Репина здесь была так называемая «времянка», которую уже сегодня превращают в полноценную дорогу. Антон Никонов и Герман Баранов. Улправда.ТВ Вернемся к теме образования. Начнем с самых маленьких. В рамках межведомственного проекта и программы «Лето во дворах» сотрудники ГИБДД, Минпросвещения и Минкультуры напомнили маленьким жителям и их родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказали ребятам правила безопасного поведения на дороге. Забавные флешмобы, спортивные конкурсы, образовательные программы. Во дворе дома 49 по улице Рябикова «Лето во дворе» в самом разгаре. На этот раз «Час культуры» посвятили правилам дорожного движения. Сотрудники библиотеки номер один организовали для детей выставку детских книг, подготовили тематические загадки и раскраски. Детям напомнили, где и как правильно пересекать проезжую часть, какие меры безопасности необходимо соблюдать на улицах, во дворах домов, на остановках общественного транспорта, при поездке в автобусе или автомобиле. К проведению мероприятий культуры присоединились сотрудники госавтоинспекции, дирекции безопасного дорожного движения, которые любезно расширили наш тематический контент, содержательную часть наших программ. Летом многие дети не только передвигаются пешком, но катаются на самокатах, роликах и велосипедах. Поэтому гости напомнили ребятам о правилах дорожного движения, которым должны следовать не только пешеходы, но и велосипедисты. Сегодня тема нашего мероприятия «Велосипед без бед». Совместно с госавтоинспекцией принимают участие юные инспекторы движения, которые рассказывают о правилах дорожного движения. Организаторы сегодняшнего мероприятия призывают родителей воспитывать в детях потребность быть дисциплинированными, внимательными и осторожными во дворах. Также на велосипеде и на самом водителе велосипеда должны быть световозвращающие элементы. Допустим, на колесах, на шлеме также должны быть. Юный инспектор движения объяснил, что велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Да, мне понравилось, потому что тут раздавали подарки, мы раскрашивали, мы читали, нам рассказывали о дорожных правилах. Всем участникам подарили специальные памятки с правилами безопасного поведения на дороге световозвращателя. Такие приспособления в темное время суток делают пешехода более заметным для водителей. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. В Ульяновской области продолжается приемная кампания высшей и среднеспециальной учебной заведения. Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре. Программы открыты во всех университетах региона. Такая форма после дипломного обучения является второй ступенью высшего образования. Сейчас наличие магистрской степени дает выпускнику ряд преимуществ, каких именно расскажет Алина Тихонова. Приемная кампания в магистратуру Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова в разгаре. В этом году для желающих обучаться на следующей ступени после бакалавриата выделили 488 бюджетных мест. На обучение по выбранному направлению могут рассчитывать те, у кого уже есть высшее образование. Диплом специалиста или бакалавра любого из вузов. На выбор уже опытному студенту предоставляется 31 образовательная программа, причем 13 по очной форме обучения. Все направления создаются с учетом современных требований рынка труда. Некоторая часть образовательных программ касаются предметной области образования. Это биологическое образование, историческое образование и другие. Некоторые программы ориентированы на тот или иной аспект образовательной деятельности. Это, например, научно-методическое сопровождение начального образования, организация дошкольного образования, управление образовательными системами и другие. Магистерские программы социально-гуманитарного профиля связаны с региональной журналистикой, практической психологией в социальной сфере и образовании, культурой православия. В средине педагогических специальностей также можно выделить биоинформатику и системную биологию. И программу биотехнология с основами нанотехнологий. В процессе обучения студенты проходят различные виды практик, ведут научные исследования. Гибкий график обучения позволяет магистранту сочетать занятия с профессиональной деятельностью. Уже больше года я работаю в лаборатории морфологии, то есть совмещаю учебу и работу в научно-исследовательском центре. Будучи сотрудником лаборатории, я осваиваю методы исследования, которые позволяют анализировать тканевые структуры органов и тканей с применением метода иммуногистохимии. За время обучения в университете я попробовала себя в студенческом СМИ, и поэтому решила продолжить обучение в магистратуре по направлению региональная журналистика. Но я свою миссию вижу в том, чтобы не просто заниматься журналистикой, но еще и продолжить преподавание. Срок обучения в магистратуре – два года, на заочной форме – два года пять месяцев. Магистратура нужна в первую очередь тем, кто хочет углубить свои знания в выбранной профессии и планирует работать на руководящих должностях. Причем для обучения можно выбрать направление, по которому вы уже ранее обучались, а можно поступить на совершенно новое направление и таким образом получить еще одну специальность. Несмотря на дипломы, казалось бы, высшее образование устроится на работу все-таки проблематично. Сейчас в дипломе не всегда пишут надпись «специалист», а фразу «имеет квалификацию бакалавра». Это отпугивает работодателей и внушает неуверенность выпускникам. Магистерский диплом обеспечит будущему специалисту дополнительные конкурентные преимущества при устройстве на работу и в дальнейшем карьерном росте. Прием документов для поступления в магистратуру педагогического университета по очной форме на бюджетной основе продлится до 30 июля. По договорам об оказании платных образовательных услуг до 20 августа. Подать заявление можно как в очном, так и в дистанционном формате. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжим тему образования. Лето – пора не только отпусков, но и практику студентов. Так студенты энергетики отправились на энергообъекты области. Наша съемочная группа отправилась вместе с ними на подстанцию Свияга, чтобы узнать, какая работа ждет ребят. 10 студентов технического университета и 5 ульяновского железнодорожного техникума будут работать на подстанции Свияга. Всех ребят уже официально трудоустроили, а по окончанию так называемого трудового сезона тружникам выдадут заработную плату. Таким образом, юные специалисты получат свой первый официальный опыт и стаж работы по получаемой специальности. Здесь проводится работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Здесь мы в нашей работе привлекаем студентов Брянского государственного технического университета. Ребята, конечно, очень стремятся получить большой набор знаний на нашем предприятии, задают очень много вопросов, на которые мы, конечно, в любом случае на каждый вопрос найдем ответ. В составе группы ребята, изучающие в вузах и среднеспециальных учебных заведениях, электроэнергетику. До середины августа у них появилась отличная возможность закрепить на практике теоретические знания, полученные на занятиях. Предработы и наставники бойцов студотрядов большое внимание уделяют инструктажам по технике безопасности и правилам по охране труда. Под руководством опытных коллег молодые специалисты будут выполнять работы, не требующие специального допуска. Среди предлагаемых видов деятельности работа с технической документацией, снятие показаний с приборов контроля и учета электроэнергии, мелкий ремонт на объектах электроэнергетики, а также работа по благоустройству территории. Влад Лисков – командир строительного отряда и студент энергетического факультета технического университета. В будущем молодой человек планирует пойти работать по специальности, но уже сейчас он может окунуться в рабочий процесс и применить свои знания на практике. В целом еще в мае у нас проходил набор на практику, и я сразу загорелся с желанием сюда идти в МРСК, с желанием заработать, набрать много знаний в целом на практику. А так, по личным ощущениям, я сильно доволен и коллективом в целом, и работой. Всех студентов обеспечили спецодеждой и брендированной формой. Подобного рода практика для работодателя – это приток молодых кадров в будущем. Для самих ребят – возможность получить высокую практическую подготовку в электросетевом комплексе. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Заглянуть в будущее – это хорошо, особенно если это будущее твоего населенного пункта. В Ульяновской области продолжают проводиться стратегические сессии. Первые лица области и федеральные наставники помогают жителям районов создавать рабочие проекты, в которые захочет вложиться любой меценат и инвестор. Виктория Черкова отправилась в Барышский район и узнала, каким его видят местные жители через 10 лет. Как сделать зеленый, промышленный и горячо любимый местными жителями Барышский район интересным для молодежи? Общественники представили свои идеи и проекты на очередной стратегической сессии «Движение вверх». Стратегические сессии проводятся во всех муниципалитетах. Это своеобразные собрания, на которых группы неравнодушных людей рассказывают о проблемных местах своего района и делятся планами развития на ближайшие десятилетия. В этот раз несколько команд из Барышского района представили свой сценарий роста родного края. Команда Ирины Акольновы считает, что для процветания достаточно развить туризм, а также приумножить рыбный промысел и мебельное производство. Кроме этого, хочется видеть Барышский район с сельскохозяйственной житницей Ульяновской области. Если смотреть сводку, которая была буквально вчера, то Барышский район занимает первое и второе место по сбору урожая. Рабочие места для местных жителей, техоснащение районной больницы и развитие доп. образования для детей. Другая группа общественников озадачена тем, что нынешние условия жизни пока не дотягивают до потребностей подрастающего поколения. У нас есть музыкальная школа, школы, конечно, и обыкновенные школы у нас тоже развиваются, ремонты делаются. Может быть, какие-то еще секции у нас появятся для детей. Нам с детьми совершенно некуда не сходить, никуда их пристроить. Сохранить леса, привлечь кадры и расширить профиль медучреждений. Участковый врач районной больницы хочет развивать район с любовью к людям и окружающей среде. Нам нужны различные центры, то есть онкологические, кардиологические. Я думаю, что мы можем притянуть любую стезию, поэтому нам нужно дать направление. И, естественно, кадры. Но я думаю, что если у нас будет развитие таких центров, то кадры подтянутся сами. Общественники представили свои проекты московскому тренеру. Александр Шувалов, в свою очередь, отобрал самые адекватные идеи. Ведь ни один инвестор никогда не вложит деньги в строительство воздушного замка. Это четкое понимание инвестора, во что он вкладывает. Он видит проект, он понимает, что это народный проект и что в это можно инвестировать, потому что люди, создавшие эту идею, они пойдут уже вместе с ним. Это уже команда проекта. На девятую стратегическую сессию прибыли высокие гости Алексей Русских, Владислав Третьяк и Сергей Морозов. После слов на путстве первые лица пообщались с нашей съемочной группой. Жители Ульяновской области часто обращаются к главе региона за помощью. Будь то обеспечение населенного пункта водой или же ликвидация последствий очередного катаклизма. Такие задачи решаются оперативно, без времени на раздумья. Предложения и просьбы участников стратсессии носят не экстренный характер. Динамика предложенных проектов допускает временной запас. Если мы сейчас не подумаем о том, что будет через 10 лет, если мы сейчас об этом не подумаем, то через 10 лет опять начнется какая-нибудь проблема, как вот то, что с водой мы сейчас решаем. Поэтому это очень важно. Действующий депутат Госдумы Владислав Третьяк уверен в том, что развитие можно добиться только вместе. И губернатор, и правительство Ульяновской области, и депутаты Государственной думы, и законодательное собрание. Мы все вместе должны быть в одной семье. Продолжила сессию неформальная игра, в ходе которой участники в командах создали новый герб района. Символ подчеркнул особенности их родной земли. Несмотря на разный стиль, на геральтических символах были изображены сочные деревья, водоемы и местные гиганты промышленной индустрии. Виктория Черкова, Данил Сурков, Уллправда ТВ. Стратегические сессии сейчас проводятся во всех районах Ульяновской области, а в августе они запланированы и в самом Ульяновске. Участниками становятся самые активные жители, причем разных возрастов и профессий. Вместе с экспертами они обсуждают наиболее острые проблемы и пути их решения. По итогу формируют программу социально-экономического развития муниципалитета. Предлагаем заглянуть в будущее Инзы. Инза – один из промышленных центров Ульяновской области. Населенный пункт также носит статус моногорода, где проживают больше 17 тысяч жителей. Чего не хватает местным жителям для комфортной жизни, обсуждали на стратегической сессии «Движение вверх». Подобные сессии – новая форма общения, где выявляются самые острые проблемные темы. Проблемные вопросы, наверное, в каждом униципалитете есть. И, в принципе, они решаемы, но решаемы только в совокупности. Потому что, если каждому будем говорить о своих желаниях, не хотя ничего делать, наверное, ничего не получится. Как человек из сферы образования, говорю о том, что нам постоянно требуются молодые педагоги, например. Они есть. Но, наверное, где-то немножечко есть надломы именно в уровнях заработных вклад. Ксения переехала в Инзу 13 лет назад. Девушка любит свой район и признает – необходимо решать проблемы сообща. Главная задача – возвращать выпускников и молодых специалистов на малую родину. А для этого нужно обеспечить молодежь рабочими местами. Продавцом сейчас никто не хочет устраиваться. А у нас очень много строят всяких магазинов, которых на каждом шагу полно. И молодежи неохота оставаться здесь. Они учатся более такие города, что они знают, что они туда приедут, они устроятся на работу и будут работать. То есть, если здесь будут рабочие места, то и молодежь здесь будет оставаться, у нее будет и мотивация здесь оставаться, продолжать жить. В обсуждении участвовали и сами ребята – студенты и выпускники из местного техникума. Ребята отмечают – нужна и развитая инфраструктура, развлекательные и спортивные площадки. Я считаю, здесь можно открыть много самых разных спортивных площадок, также много центров, комплексов, разных парков, мест, где бы люди могли проводить время друг с другом, общаться и отдыхать. А чтобы молодежи было где работать, участники предложили построить мясокомбинат. Более 40 инициатив озвучили жители райцентра по таким направлениям, как поддержка малого и среднего предпринимательства, экология и окружающая среда. Во всем участникам помогали модераторы и эксперты. Чтобы успешно реализовать те или иные проекты, необходимо их конкретизировать, поставить конкретные цели, задачи и наметить инструменты для их реализации. Идеи у инзенцев оказалось немало. Как отметили эксперты, большинство участников не только озвучивали свои желания, но и предлагали практические решения. По итогу инзенцы сформировали свою народную программу развития территории на ближайшие 10 лет. Анна Тищенко, Уллправда ТВ из Инзенского района. И еще немного о будущем, но о гораздо более близком. В сентябре состоятся выборы. В Ульяновской области помимо губернатора предстоит избрать депутатов Госдумы. В региональный избирком поступило порядка двух миллионов защитных спецмарок для бюллетеней. Зачем они нужны в материале Александра Никитиной. Специальные знаки марки – гарант защиты бюллетеней от подделки. В Ульяновский избирком их поступило 80 упаковок, а суммарно – порядка двух миллионов. Каждая представляет собой своего рода водяной знак с защитной сеткой. Конкретно эти спецмарки будут наклеены на избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов в Госдуму. Количество марок будет соответствовать количеству изготовленных бюллетеней. Марка будет наклеиваться в правом верхнем углу избирательного бюллетеня. А для бюллетеней, которые будут использоваться на комплексе обработки избирательного бюллетеня 2017, наоборот, на стороне бюллетеня. Не позднее 21 августа спецмарки будут доставлены в территориальные избирательные комиссии. А к 15 сентября – в участковые. Спецмарка для бюллетеней на выборы главы региона отличается. На ней есть тангерная сетка, которая увеличивает защиту. Напомним, 18 июля завершился срок приема документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Ульяновской области. Всего выдвинуто 8 претендентов, 6 из которых в установленный срок представили в облицберком документы для регистрации. Александра Никитина, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Об экологии. Глава региона Алексей Русских провел рабочую встречу с сенатором Сергеем Рябухиным. Темой для разговора стала экологическая безопасность региона. К обсуждению пригласили руководство Минприроднадзора и главной специализированной проектной организации. В планах правительства начать реконструкцию очистных сооружений на правом и левом берегах Ульяновска, в Димитровграде и Барыше. А чтобы получить федеральное финансирование, необходимо войти в программу «Чистая вода». Для этого нужно определить набор задач, которые войдут в проектно-сметную документацию. Ранее вопрос ремонта систем водоотведения обсуждался с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Козловым, который приезжал в Ульяновск в начале июня. Договорились о том, что к концу года мы получим первый пакет ПСД, который можно будет направить на госэкспертизу. Это дает нам возможность вписаться в бюджетный цикл 2022-2023 года. Это очень важно. Если мы сейчас захочем формирование проектно-сметной документации по Ульяновску область, часть очистки источных вод, и тогда в этом случае мы можем рассчитывать в объеме 2-3 миллиардов рублей получения средств на следующий год. Обсудили также состояние спиртзавода в Муловке Меликесского района. Напомним, еще в 2017 году из-за прорыва барда-хранилищ, эксплуатируемых собственником завода, отходы заполнили местные пруды. В прошлом году, пожалуй, без жителей, деятельность предприятия приостановили на 90 дней. Тогда Гиппократу решили дать второй шанс. Подписали план по комплексной экологической реабилитации поселка. Однако жители продолжают задыхаться от спорадного запаха. В мае этого года Алексей Русских принял жесткое решение приостановить деятельность предприятия. Часть барды, как психологический остаток по производству спирта, он перерабатывается, а часть водоем наносит экологический ущерб и ущерб для здоровья граждан, проживающих в Муловке. По итогу на встрече приняли решение, что завод не будет работать до тех пор, пока руководство не предпримет меры по очистке прудов и утилизации загрязнений. Напомним, уменьшение уровня загрязнения воздуха, воды и почвы – задача, поставленная президентом страны. Поэтому в регионах Поволжья модернизируют объекты системы водоснабжения, водоотведения, обновляют техническую базу в лесном хозяйстве и расчищают русло рек. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. И еще о прошедших совещаниях. В начале недели прошло очередное заседание штаба по комплексному развитию региона. Спектр вопросов традиционно широкий. Подробности у нашего корреспондента. Заседание штаба по комплексному развитию региона в правительстве начали с кадровых изменений. Богдан Павленко ушел с поста главы администрации Димитровграда. Теперь он займет должность заместителя председателя правительства по работе с инвесторами. Алексей Русских поблагодарил Павленко за успешную работу на прежней должности и пожелал удачи в новом направлении. Кто займет место главы города – атомщиков, пока не сообщается. Также исполняющим обязанности руководителя фонда модернизации ЖКХ назначен Денис Пучков. Есть проблемы социального недовольства владельцев специализированных счетов по несовременной оплате. Есть проблемы, связанные с расчетом с поставщиками. И предыдущее руководство, на мой взгляд, непосильную на себя взяло задачу по решению таких вопросов системных. И считаю, задача не справилась. На этой неделе стартует Международный авиационно-космический салон «МАКС». Глава региона анонсировал подписание нескольких соглашений о сотрудничестве в сфере авиаперевозок. Уже осенью в Ульяновской области начнется строительство нового завода по изготовлению алюминиевой упаковки. В планах – создание 200 рабочих мест. Ульяновская область имеет все шансы стать одним из ведущих регионов нового качественного скачка отечественного авиастроения. Так, на прошлой неделе председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Борисович Люсер доложил главе государства об уникальной технологии создания композитного крыла для самолёта МС-21 на нашем заводе «Аэрокомпозит». Особое внимание уделили вакцинации. В федеральной статистике регион занимает не самую лучшую позицию по заболеваемости коронавирусом. Растёт смертность, количество вновь заражённых – более 200 человек ежедневно. Поэтому решено ввести новые ограничения. Массовые мероприятия на территории нашего субъекта в настоящее время их проведение небезопасно и, полагаем, невозможно. Управлением были оформлены соответствующие предложения, соответствующие письменные рекомендации органам исполнительной власти, которые обращались на прошлой неделе в адрес управления по согласованию массовых мероприятий. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, устойчивую тенденцию к росту развития COVID-19 на территории субъекта, управление также предлагает рассмотреть ещё раз вопросы по ограничению работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных и иных предприятий общественного питания в ночное время. Алексей Русских поручил рассмотреть предложение Роспотребнадзора главе правительства Александру Смекалину. Решение будет принято в ближайшее время. Тем не менее, глава региона отметил, ульяновцы стали более ответственно относиться к своему здоровью. Вакцинация в области идёт полным ходом. Сейчас важно не допускать сбоев в поставке вакцины. Такое поручение дано вновь назначенному исполняющему обязанности министра регионального Минздрава Александру Гошкову. Последнее поступление было вчера вечером. Поступило, как вы ранее сказали, 25 800 доз спутниковой. Вакцина уже распределена, в настоящее время уже раздаётся по ЛПУ области, в первую очередь город. В настоящее время с учётом новых поступлений остаток вакцины составляет 39 942 комплекта. Отчитались также о ходе уборочной. Глава профильного ведомства Михаил Семёнкин отметил, что все муниципальные образования уже приступили к уборке. Убрано 86 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Это 13% от плана. Что больше, скажем так, нас настораживает, это основные муниципальные образования, которые являются лидерами по валовому сбору зерна. Это Меликевский район, Чердоклинский, в частности, Цельнинский район. На сегодняшний день урожайность у них одна из самых наименьших по Ульянской области. Например, Меликевский район демонстрирует урожайность 19,4 центнера с гектара. В это же время в других районах наблюдается увеличение. К примеру, Барышский район демонстрирует урожайность в 40 центнера с гектара. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди. Поэтому муниципалитеты призвали убрать урожай как можно скорее, чтобы сохранить качество урожая. Анна Тищенко, Данил Сурков, Уллправда ТВ. Московский международный авиакосмический салон – это одно из крупнейших мероприятий мирового масштаба. В этом году он проходит в 15-й раз. Почти 300 предприятий из 56 стран представили свою продукцию. На авиасалоне побывала и ульяновская делегация. В небе новенький отечественный авиалайнер МС-21-300. Презентовали его на авиасалоне «Макс» в Жуковском. Руку к созданию самолета приложили и ульяновцы. Уникальное крыло для МС-21 производится на предприятии «Аэрокомпозит Ульяновск». Высокие лётно-технические характеристики МС-21-300 достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения. В проекте создания самолета было задействовано и ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Наше предприятие уникальное. Разработки нашего предприятия стоят на всех авиационных бортах, которые выпускаются в Российской Федерации. В настоящий момент мы стоим около стены МС-21. Значит, это пульт, уникальное импортозамещение. На авиасалоне ульяновская делегация во главе с Алексеем Русских провела ряд деловых встреч и переговоров. Подписано соглашение с дочерней компанией «Ростех Авиакапиталсервис». Согласно документу, в регионе создадут компанию по лизингу воздушного транспорта. Инвестиции – 4 миллиарда рублей. Парк авиатехники, участвующий в проекте, составит не менее 10 вертолетов, в числе которых – «Ансаты», «Ми-38» и «Ми-8». На следующем этапе возможно расширение парка лизинговой компании самолетами МС-21, Сухой Суперджет-100 и Ил-114-300. Огромные контракты будут подписаны. Тоже связано с этим «Большие надежды», которые в конечном итоге привезут большие результаты в экономическом плане для развития Ульяновской области. Проведены переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией. Обсудили загрузку с заказами ульяновских предприятий, которые входят в корпорацию. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина, в Ульяновске приступят к разработке программы по подготовке кадров для авиапрома. Достигнут договоренности о формировании рабочей группы, совместной программы, которая будет разрабатываться как раз во исполнении поручений премьер-министра, которая будет нацелена на создание всей комплексно-социально-экономической, скажем так, обстановки для формирования именно того прироста в рабочей силе и в интеллектуальном потенциале заводов. Напомним, также на Международном авиасалоне достигнута договоренность, что в регионе появится новая авиакомпания. Стороны будут развивать сразу несколько направлений – грузовую авиацию и вертолетные перевозки. Акционеры инвестировали в проект более 400 миллионов рублей. Анна Тищенко, Артем Куранов, Уллправда ТВ. К другим новостям. Пандемия COVID-19 внесла изменения в работу многих медицинских учреждений, в том числе Ульяновской областной станции переливания крови. Количество доноров снизилось. Ульяновские военные не остались в стороне и приняли участие в акции службы крови. Пандемия коронавируса – не повод отказываться от запланированных донаций, ведь кровь для сохранения жизни нужна всегда. Так считают и военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения. Более 300 десантников и гражданского персонала сдали донорскую кровь для лечения тяжелобольных пациентов. К сожалению, сейчас во время пандемии нам больше всего требуется донорской крови. Тяжелые последствия коронавирусной инфекции заставляют нас прибегать к различным состояниям и просить устраивать акции людей, которые не связаны с медициной, но готовы помочь. Первым делом каждый потенциальный донор проходит обследование у терапевта, сдаёт анализы на определение группы крови, резус-фактора, уровни гемоглобина, а также на наличие антител к коронавирусу. Если все показатели в норме, медики приглашают волонтёров на донацию. У меня возникло желание, потому что я решил проявить свою гражданскую инициативу, сдать кровь для того, чтобы помочь людям, попавшим в тяжёлое положение. Сдаю уже в четвёртый раз, принимая участие в донорских акциях. Считаю, что этим должен заниматься каждый сознательный гражданин. После сдачи крови сладкий чай с печеньем и отдых. Всего десантники пополнили банк крови более чем на 120 литров. После лабораторного исследования, полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебное учреждение Ульяновской области. Анна Тищенко, Управда ТВ. Испытательная пожарная лаборатория по Ульяновской области отмечает юбилей. Как по куску обгоревшего провода определить причину пожара? Поджог или неисправность электропроводки? На эти и многие другие вопросы уже более полувека помогают найти ответы квалифицированные специалисты лаборатории. Единственная в Ульяновской области испытательная пожарная лаборатория отмечает 55-летие. Основная задача подразделения МЧС – выявить причину возгорания и найти вещдоки там, где огонь превратил всё в пепелище. Основное внимание уделяется пожарам, где пострадали люди, а также возгораниям, представляющим научный интерес и повлекший значительный материальный ущерб. Сейчас в лаборатории работают 10 сотрудников, которые обслуживают территорию всего региона. Ежегодно сотрудники совершают более 200 выездов на расследование пожаров и проведение испытательных работ на территории Ульяновской области. За время существования испытательного лаборатории с сотрудниками выполнен ряд сложных и трудоемких изысканий, направленных на обеспечение производственных процессов. Пожар – это явление, которому всегда предшествуют какие-то обстоятельства. На месте происшествия эксперт определяет, какие объекты нужно взять для исследований в лаборатории, чтобы понять, где находится очаг пожара, как распространялось горение и что в конечном итоге стало причиной пожара. Находимся в иммунистической лаборатории, где исследуются электротехнические изделия на предмет установления наличия на них аварийного режима работы и причастности этого аварийного режима работы к возникновению пожара. Поскольку аварийный режим работы могли возникнуть как до пожара и послужить его причиной, либо уже возникли в ходе развития пожара. Кроме исследования вещественных доказательств, в лаборатории испытывают разные вещества, материалы и жидкости, чтобы выяснить, насколько они безопасны и какие свойства проявляют в условиях пожара. В этом помогает специальное оборудование. Вот на этом стенде испытываются вещества и материалы на воспламеняемость. Еще одно важное направление в работе ульяновских экспертов – проверка противопожарных систем в зданиях. Сотрудники лаборатории выясняют работоспособность пожарной сигнализации, проверяют систему удаления дыма, систему эвакуации людей, пожарный водопровод и систему автоматического пожаротушения. Ульяновское отделение Союза журналистов России пополнилось новыми лицами. Среди новых членов профессионального комьюнити теперь числятся и мои коллеги – специальные корреспонденты и редакторы нашего телеканала. Творческие, амбициозные, инициативные. В ульяновском отделении Союза журналистов России пополнение. Профессиональное сообщество «Акул-Пера» также приняли специальных корреспондентов и редакторов телеканала «Улправда-ТВ». Молодая журналистка Александра Никитина совсем недавно работает в кадре, но уже хорошо узнаваема телезрителями. Летом девушка окончила опорный вуз региона по специальности журналистика. Для нее вступление в ряды Союза журналистов является важным шагом в профессии. Я считаю, для людей нашей профессии очень важно стремиться к чему-то большему. И вступление в Союз журналистов – это отличная возможность. Потому что вот этот вот билет, который нам сегодня дали, он открывает на самом деле много возможностей помимо статуса. То есть с ним, насколько я знаю, можно посещать и Третьяковскую галерею, и другие такие места искусства и культуры. Пока Александра планирует экскурсионные маршруты по столичным музеям, ее коллега, уже опытный журналист и блогер Валентина Никонова, активно занимается общественно-политической деятельностью. Для нее вступление в Творческий союз – еще одна хорошая возможность показать свои профессиональные компетенции в области СМИ. Я очень рада, мне было очень приятно из рук председателя Союза журналистов, что очень важно получить билет сегодня. Я думаю, он даст статус, подтверждение от профессионалов, моих профессиональных навыков и защиту определенную. Мы сегодня услышали, что Союз журналистов помогает своим членам в каких-то определенных ситуациях, когда действительно нужна помощь. Членские билеты вручил сам председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который с рабочим визитом посетил Ульяновск. На мой вопрос, считает ли он, что сегодня лицо журналистики приобретает женское очертание, Владимир Геннадьевич ответил. Сейчас, а я очень часто бываю, встречаюсь во всех регионах страны со студентами факультета журналистики, подавляющее большинство этой девушки. Почему так происходит, я не знаю. Почему не идут парни в нашу тяжелую, опасную, но, наверное, самую прекрасную профессию в мире. Почему так мало парней, не знаю. Но, может быть, это связано и с тем, что зарплаты небольшие, особенно в регионах. Действительно, в нашей профессии работают люди не из-за денег, а скорее те, кто помогает социуму из огромного количества информационных сообщений выделить наиболее острые, злободневные и актуальные события. Хочу напомнить слоган нашего информационного портала «Улправда.ру» и телеканала «Улправда.ТВ». Главное – с нами. В конце выпуска традиционный обзор прессы от нашего неунывающего обозревателя Антона Картошкина. Приветствую вас, уважаемые зрители телеканала «Улправда.ТВ». Вы смотрите вашу любимую нескучную информационную рубрику «Пресс-батва». В студии Антона Картошкина, как обычно, я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в нашем регионе, которые за прошедшую неделю заметили корреспонденты и обозреватели, печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Народная газета предлагает разобраться, как отличить прорывные или перспективные технологии от ярко упакованных маркетологами, но бесполезных, по сути, новинок. Рубрика «Техногид» рассказывает, что сегодня изобретение множится с дикой скоростью, и мир стремительно меняется. Россия, как обычно, хочет быть впереди планеты всей недаром. В нашей стране 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В тренд выбиваются ткани антисептик, умные пинетки, компьютерные мыши, следящие за человеком, личинки, роботы, одежда-шприц. Это швейцарское изобретение, которое в виде ткани может доставлять в организм пациента нужное лекарство, не причиняя ему никакого дискомфорта. Еще одно интересное решение предстает в виде сладкого градусника. Известно, что уговорить ребенка несколько минут подержать градусник под мышкой порой непросто. Проблему предлагают решить с помощью термометра леденца. Он выглядит, как конфета на палочке. А также всевидящие очки, позволяющие видеть настроение человека и заболевания, от которых он страдает. Прибор определяет внутренние травмы, меряет пульсы давления. Кроме того, теперь дальтоники, благодаря гаджету, смогут увидеть мир в цвете. В июльском номере регионального детского журнала «Симбик» можно узнать, как общаются слоны. Оказывается, что делают они это с помощью ног. Дело в том, что топая ногами, слоны создают сильную вибрацию, которая ощущается на расстоянии более 30 километров. Зачем животным хвост? Ответ очень прост. К примеру, лиса использует свой хвост, как одеяло. Зимой в снегу она сворачивается калачиком, а хвостом прикрывает нос, чтобы он не замерз. А вот коровкам и лошадкам хвост помогает летом отбиваться от мук, слепней, комаров и оводов. То есть служит мухобойкой. Рубрика «Любознайки» делится интересными фактами человеческого языка. Язык – это единственная мышца в теле человека, которая не привязана ни к одной кости скелета. На языке взрослого находится около 8 тысяч вкусовых сосочков, и он не может воспринимать вкус пищи, когда сух. А вот если вы любите показывать язык, поезжайте тогда в Тибет. Там такой жест никого не обидит. Высунутый язык у местных народов означает приветствие и доброе расположение духа хозяина. Рубрика «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах. Покупать кота в мешке, что означает доверившись словам продавца, приобрести товар, о качестве которого ничего не знаешь. Продавец может расписать товар красивыми словами, но сам товар не показать. Так в старину недобросовестные торговцы обманывали купцов, продавая вместо поросенка или барашка кота в мешке. А вот ироническое сочетание «заливаться соловьем» означает говорить красноречиво, увлекаясь своей речью, чтобы произвести впечатление на других своим умом и способностями. Однако такая речь, как правило, создает у слушателей впечатление пустоты в содержании. К национальным изданиям. Газета «Канаж» рассказывает о чувашском шаляпине. Именно так называют прекрасного исполнителя народных песен и романцев Владимира Петровича Сорокина. 24 июля ему исполняется 80 лет. По профессии он строитель-инженер, всю жизнь проработал в глав Ульяновск строя, но более 35 лет радует слушателей своим баритоном со сцены. Он и сегодня поет в его репертуаре не только чувашские, но и русские, мордовские и татарские песни. На страницах мордовского издания «Елгат» Мария Завгородняя рассказывает историю происхождения Мордвы. Среди финно-угорских народов России самым многочисленным является именно Мордва. Это коренной этнос Восточной Европы, имеющий сложную и богатую историю, до наших дней хранящую самобытные культурные элементы. Назвать Мордву однородным племенем было бы в корне неправильно. В этом и заключается уникальность народа. Он разделен на два ярко выраженных и сформированных направления народности – Мокша и Эрзя. Такое раздвоение порождает массу вопросов, точные ответы на которые исследователи и сегодня не могут дать. Аня Смирнова рассказала об акции «Безопасное лето». 16 июля работники культуры и шеевки решили присоединиться ко дню рисования на асфальте, который отмечается в России в это, на которой исследователи для того, чтобы отлечься от повседневной суеты и вспомнить детство, в котором каждый пробовал себя в качестве художника. В этот праздник все желающие выходят на улицы и площади, чтобы рисовать мелками или красками. Обозреватель старомайнских известий Наталья Алешина разузнала, чем покормить садовые растения. Июль – макушка лета. Для старомайнских огородников основными заботами в этом месяце является полив и подкормка растений. Также по советам садоводов в июле рекомендуют посев овощных культур, зеленых, овощных многолетников, репы, зимние редьки и так далее, подвязывание, прищипку или посынкование огурцов и томатов, прореживание огородных посадок, регулярное удаление сорняков, рыхление грядок, мульчирование почвы, уборку первых урожаев. Еще июль – это любимый месяц всех цветоводов. Ведь именно сейчас клумбы, бордюры, работки и миксбордеры радуют глаз ярким сочетанием красок. В связи с этим внушительный объем работы на цветнике в июле направлен на уход за представителями мира декоративной флоры и создание для них наиболее комфортных условиях. В гостях у районной газеты «Новое время» побывали школьники Базарно-Сызганской образовательной организации «Номер один». Сотрудники редакции рассказали ребятам о том, как создается газета с самого первого шага. Дети заинтересовались процессом верстки газетных полос, а еще узнали о том, что каждый, обладающий каким-либо творческим потенциалом, может поделиться им с читателями на страницах «Нового времени». Вырезки раздела «Вкусное лето» рассказывают, как сделать варенье пятиминутку из черной смородины и малосольные огурчики на минеральной воде. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Центральные новости издания – стартующие летние Олимпийские игры в Токио. Впервые в региональной истории на Олимпийских играх выступят сразу четыре представительницы сборной Ульяновской области. Это мастер спорта Варвара Баранова, гребля на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса Светлана Салуянова – бокс, мастер спорта международного класса Анна Подкопаева – волейбол и мастер спорта международного класса Кристина Соболь – тяжелая атлетика. Пожелаем нашим девушкам спортивного духа, успеха и надеемся увидеть их дома с золотом. Информационный портал «Медиа-73» рассказывает, как 16 июля на территории областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова состоялось торжественное открытие фестиваля ландшафтного дизайна «Аленький цветочек». Мероприятие приурочено к 230-летию со дня рождения знаменитого симбирского писателя. Специально к этому событию пространство перед учреждением культуры украсили по-новому. Теперь оно действительно похоже на цветущую поляну. По словам садовника библиотеки Натальи Елебановой, главным элементом композиции как раз и стал «Аленький цветочек» – вдохновленный эмблемой организации. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Улправда.ру» и «Медиа-73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставки до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите ежедневные итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 20, 3.00, а результаты семидневки опять подведем в конце недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин